Итак, мы на Карла Маркса 204. Здесь, если смотреть на запад справа, то место, где продается пиво лучшее. Почему пиво лучшее? Потому что это качество еще из истории поколений. Сколько поколений? 5 по 25 лет или больше? Да, да, да. Есть история, есть события. Но сегодня не про историю, сегодня про ваше будущее. Не хотите быть полнейшего бодуна? Тогда только верхнеуральское пиво в Абсолюте. И да, конечно, да, конечно, везде ветра. Это наша жизнь. Зима у нас и снежная, и ветреная, и морозная. И иногда и в декабре месяце у нас появляется оттепель. Это наша жизнь. Но у нас преддверие Нового года. Чуть-чуть немножко-то и осталось. И мы говорим о вашем здоровье. Мы не хотим, чтобы вы под Новый год и после него были бы в лохмодье. Нет. Но вы будете в лохмодье. Знаете почему? Потому что вы выбираете алкоголь во всех сетевиках. Это очень-очень плохо, потому что там нет нормального алкоголя вообще в природе своей. И давайте все-таки определимся, что вы очень сильно ужрались под Новый год, а потом идете куда? А потом идете за безупречно мерзительным пивом в эти самые сетевики. И у вас очередные тараканы, и это надолго. Но если вы, почему я вам это сегодня и говорю, то есть это сюжет в преддверии Нового года и после Нового года, я вам еще раз говорю, давайте все-таки выключим мозги свои. Вам не надо ужираться. Зачем? Вы можете прийти в те места, которые я вам показываю. Здесь, на Карла Маркса 204, рядышком с магазином Вавилон, вы можете купить себе настоящего, качественного, лучшего пива в этой жизни. Другого варианта в Магнитогорске. Да и вообще в природе своей вы не сможете купить. И спокойненько 1-го числа, ну где-то часов 4, вы можете сесть за руль, потому что у вас не будет выхлопа. Вот это интересная тема. Так что если мы будем работать головой, то все у нас будет хорошо и красиво. Это делается легко и просто. Просто зашли сюда, взяли, сколько вам нужно для того, чтобы вам было все красиво и ровно, не надо думать, что будет много. Зачем? 1,5 литра. Сейчас маленький нюанс объясню, как все за маленький нюанс, это большой нюанс. Потому что я объясняю, как нужно употреблять этот алкоголь. Сначала покушали, получили удовольствие, встретили Новый год, спокойненько не торопливо, когда кишки немножечко очистились, и вот тогда вы начинаете пить. Да-да-да, не надо пить и закусать. Зачем? Это можно сделать. Ну хорошо, договорились, под Новый год можно немножко шампанского. Ну, если найдете, опять же, где его найти, то такой вопрос. Вот. Ну, если нет, так же крючку пьет, выпили, дай это Бог. А потом уже неторопливо, спокойненько, знаете, с удовольствием, с удовольствием, да. И в итоге, в итоге вы спокойненько где-то в 2-3 часа завалитесь подрыхнуть, спокойненько-спокойненько у вас все это дело испарится. И вы спокойненько-спокойненько в 2-4 часа сядете за руль. Если у вас есть еще и понятие под названием алкотестер, ну, дуйте туда и проверьте. Хотя, в принципе, я вам и всем рекомендовал, потому что у нас проблема-то в чем заключается? Наша проблема заключается в том, что нас начинают колбасить. За что? Ну, это отдельная тема. По-моему, нас никто не уважает в природе своей, а надо бы уважать. Как это делает Верхневральский пивной завод, потому что он вас уважает. Вы не можете быть странными. Вы должны быть удивительными и красивыми. Вот вам новогоднее поздравление от Верхневральского пивного завода. Вчера вот чуть не офигел. Мужики разосрались до увольнения. Праздник этот для любви. Удовольствие от общения, в котором, если есть алкоголь, то он должен быть красивым. Не ломать удовольствие, а продвигать качество. Именно этим отличается Верхневральское пиво. Когда вот ходишь спокойненько рядышком с машиной, тебе обязательно куда-то тебя присобачит. Это моя жизнь, что я могу сказать. Мне когда говорят, что я сверхумный, я говорю, да нет, я не сверхумный. Может быть, немножко опытный. Я про что и говорю. К слову о том, что я стал уже немножко опытным, к слову о том, что я уже знаю, как это делается, к слову о том, что я вам дарю это удовольствие. К слову о том, что это удовольствие вам дарит еще и Верхневральская пивоваренная компания. Да-да-да, чуть-чуть проехали. Вот Карла Маркса 204 рядышком, троечка, и вот он замечательное, то самое исключительное пиво. Почему мы вам еще будем про это дело докладывать, оговаривать и объяснять? Потому что больше нормального алкоголя не существует. Ну, может быть, где-то что-то есть, но в небольшом количестве. И все-таки определимся. Мы определимся и говорим о том, что не надо пить много, надо пить с удовольствием. Какое оно удовольствие? Удовольствие – это легкость такая, легенькая, такое красивое чудо. Так вот, красивое чудо – это где? И кто вам его предлагает? Верхневральский пивной завод. Попробуйте, попробуйте, под Новый год. Давайте попробуем вместе. А потом скажем, просто тупо едем сюда, покупаем и выкиньте весь алкоголь, потому что он говно. Да и вот самое забавное, что случается. Вы же все равно подразделение, то есть кто-то покупает, естественно, продукты, кто-то приносит салатики, кто-то приносит торты. А если вы с мозгами, я говорю про всех вас, у кого есть мозги, давайте все-таки зайдем в наши замечательные пивные бары. Кстати, к слову, пивной бар – это абсолютно нормальное мероприятие, потому что здесь продают свое личное пиво. И оно, в принципе, даже стоит не так уж и дорого, если вы будете смотреть о других вещах. Да-да-да, потому что здесь продается качественное пиво, естественно, качественное пиво. Так вот, спокойненько зашли сюда, здесь вот есть 6 сортов пива. О, немецкое, жигулевское, рыжское, ячменное, верхнеуральское, пшеничное. Сколько вам нужно? Ну, давайте все-таки определимся, сколько вам нужно, если вы уже пришли сюда и хотите что-то под Новый год. Почему я не говорю под Новый год? Потому что давайте все-таки определимся. Да было такое время, когда мы блевали под Новый год. Да-да-да, а вы не блевали? Ну, здравствуйте. Да все мы через это проходили. А было такое время, когда Нового года-то и не было, потому что первое число мы были вот такие. Не были? Были. Не надо, забыли про это дело, просто забыли. Нам этого делать не нужно. Сегодня, сейчас, если мы употребляем под Новый год верхнеуральское пиво, что у нас? Я не буду говорить про себя, естественно, я, может быть, про вас расскажу. Это будет удовольствие. Сколько бы я сюда не заходил, а я сюда заходил, заходил на Комсомольскую 25, заходил на Карла Маркса 204. Я никогда не видел пьяных в лохмотье человеков. Они получали, они были живыми, а живой человек именно у живого человека. И вы, кстати, посмотрите все мои сюжеты, да? Вы посмотрите внимательно. Вы на YouTube гляньте. То есть нету пьяных вообще. Везде нормальные человеки, грамотные. И вы будете такими же грамотными человеками под Новый год. А затем уже спокойненько, безо всякого выхлопа, безо всяких там тараканов, безо всяких димедрольных косяков, безо всякого жесткого желания похмелиться. А-а-а, как я все сделал, да, красиво. Обливались, учмохались и еще опохмелились. Да, да-да-да, да все мы это проходили, боже мой, мы не будем говорить об оборотных вещах. Сегодня и сейчас мы все это дело перекроили. Почему мы это дело все перекроили? Потому что это было сделано ни сегодня, ни сейчас. Скоро уже будет лет 15, как. В свое время у меня был ресторанчик такой, где я всегда всем показывал, как надо употреблять алкоголь. Потому что я тогда использовал верхневральское пиво. Потому что я знал, что верхневральское пиво это уникальный продукт. Если бы не скотина, которая меня околбасила, я бы этому ресторану не продолжал бы делать. Потому что, ну вы знаете, я вот сейчас специально вилы туда воткну, потому что я не противник был, ну грубо говоря, от щелки 25 тысяч рублей. Но когда они сказали давай 50, я говорю, вы что-то мне оборзели что ли? И завернул свое дело. Но сегодня и сейчас, благодаря тому, что я вижу качество, я вам про это и говорю. Не надо быть нехорошими человеками. Будьте хорошими людьми. Пейте самое лучшее в мире верхневральское пиво. Мы приехали в Ленинский район. Ну скажем так, это середина Ленинского района. И в принципе не совсем далеко и до Правобережного района. То есть в принципе город тут не совсем-то большой. И на Ленина, на Комсомольской 25, пространство не сильно критичное от Урала и до Советской. Ну плюс-минус. То есть дойти отсюда и досюда до Урала и до Советской, это 7 минут. Ну 10, если вы будете неторопливо идти. Что мы хотим вам показать? Мы хотим вам показать то, что должно быть. И в наших условиях нет необходимости, чтобы вы были в состоянии, ну скажем так, неадекватности. Если мы будем пить верхневральское пиво, то адекватность у нас будет всегда. Да-да-да, мы сейчас только что побеседовали про пиво вкусное, но вопрос встанет. Пиво действительно вкусное. И это не я говорю, это говорят все те, кто здесь посещает наши места, где мы. Кстати, давайте все-таки вернемся на круги свои. То есть если вспомним Советский Союз, то такого уровня пивных мест и не было. Я просто помню то самое мгновение. Рядом со мной на правде 34 на левой стороне был другой. Конечно, это было не то, что сегодня сейчас здесь. Здесь все нормально, красиво и ровно. Не просто ровно, здесь все изумительно сделано. К слову о том, что вот здесь, именно здесь, ничего другого не продается. только качественное верхневральское пиво. И вы это качественное верхневральское пиво можете купить. К слову о том, что, а давайте все-таки вернем. Ничего, ничего не буду говорить. Потому что все равно Новый год, да? Под Новый год берите пиво, получайте удовольствие. Не каждый ходит. Но если вы видите и понимаете, есть Ютуб. Я не вру, не в моих правилах вам втирать. Не в правилах верхневральского пивного завода это делать. Они включают качество. А качество это интерес к различным сортам пива. Оно реально разное. Ну, потому что я-то там пил и вам серьезно говорю, что лучше пить местное. Да, это в любом случае бизнес. Но не бизнес в вашем отравлении.